Друзья, всем привет! Сегодня с вами сделаем прикольную самоделку из обрезков фанеры. Есть у меня два обрезка, приблизительно 45 на 35 сантиметров. Вот и из них будем делать нашу самоделочку. Первое, то что нам требуется, это нужно нарезать три заготовки шириной по 150 миллиметров и одну заготовку шириной 100 миллиметров. После того, как нарежем заготовки, можно приступать к торцеванию. Как видите, на своей торцовке все под один размер. Делал стол для этой торцовки, очень удобно. Поставил упор и то есть три заготовки в один размер отторцевал. От заготовки, которая шириной 100 миллиметров, нужно будет отрезать два кубика, то есть 10 на 10 сантиметров. Ну и также у данных кубиков решил срезать углы, чтобы смотрелось покрасивее. Ну и как видим, вот что получилось в итоге. Затем отмеряем по 70 миллиметров и с торца нужно отмерить 100 миллиметров. Теперь приступаем к фрезерованию. Можно было это все сделать, допустим, просверлить сверлом и пройтись лобзиком. Опять же скажу, что каждый работает на том инструменте, который у него есть. Можно даже взять обычный ручной лобзик и также вырезать эти прорези. Не составит никакого труда. Мне удобнее было сделать все это на фрезере. Я делаю это, кстати, восьмой фрезой. И вот сейчас отмеряем 30 миллиметров, берем фрезу 19 миллиметров и в несколько проходов фрезеруем паз. Глубина у него будет 9 миллиметров, то есть половина фанеры. Ну и после того, как все отфрезеровали, решил закруглить углы, чтобы не были острыми, с двух сторон. Вот с одной стороны сразу взял две заготовки, чтобы получилось одинаковое закругление. То есть с одной стороны и сейчас с другой стороны. Ну и чтобы не нахватать занос, решил все данные заготовки отшлифовать. То есть три большие заготовки и два вот таких кубика, с которых мы делали, ну, обрезали уголки. Теперь нам нужно вклеить заготовку, где мы делали фрезером паз 19 миллиметров. Наношу клей. Клей, как всегда, использую Тайтбонд. Давно уже им клею, зарекомендовал себя с положительной стороны. Ну и все это дело решил зажать струбцинами. И закрепил все это еще вдобавок с саморезами. Как всегда, сначала засверлился, ну, а потом уже вкручиваю саморезы, чтобы фанера не полопалась. И вот таким вот способом, то есть по краям и посередине, трех саморезов будет вполне достаточно. Затем устанавливаем наши уголки и также крепим их. С одной стороны я прикрутил два самореза и с другой стороны. То есть вот сейчас один уголок креплю и второй уголок. От торца я отступал по 150 миллиметров. То есть и потом уже крепил эти уголки. Ну и как видите, вот два самореза на каждый уголок. С одной стороны и с другой. Вот так вот получается. Ну и после всего можно приступать к сборке. Но для начала уберу. В недавнем ролике взял компрессором все сдул со стола. Очень многие ругались, типа вся пыль по мастерской. Лучше пылесосом. Есть вот такой пылесос, решил им сразу все убрать. Ну и как видим, наша самоделка готова. А получились у нас вот такие вот мобильные, компактные столярные тиски. Закрепить можно на любой поверхности. Крепить можно также саморезами, струбцинами. Я в данном случае креплю струбцинами с двух сторон. Ну и нужно закрепить ответную часть. Крепить я буду при помощи болтов. Напечатал вот такие гайки-барашки на 3D принтере. Но опять же, можно просто из дерева сделать. У меня даже, кстати, на канале есть ролик, как делать гайки-барашки. То есть никакого труда не составит. Вот так болты вставляем с шайбами. И все. Теперь можно зажимать заготовку. Подкручиваем наши барашки с двух сторон. И можно приступать к работе. К примеру, какие-то небольшие заготовки. Опять же, не говорю, там трехметровые заготовки. Маленькие заготовки, самое то. Вот, к примеру, да, сейчас работают в торцу. То есть, и вполне этого достаточно. Также можно крепить с помощью струбцин. То есть, если нет болтов, опять, чтобы не делать гайки-барашки. К примеру, если у вас в достатке струбцин, можно взять обычные две струбцины. И вот таким вот способом можно зажимать заготовки. Опять же, струбцинами, мне кажется, даже намного проще зажимать заготовки, чем болтами. И опять же, струбцинами можно зажимать намного шире заготовки, допустим, чем болтами. болты нужно искать опять длиннее а здесь взяли струбцину и под любой размер они подходят то есть зажали и обрабатываем нашу заготовку крепится все очень сильно крепко не обязательно допустим даже рубанком каким-то сейчас попробуем к примеру распилить доску и как видим у нас ничего не вылетает все держится очень крепко ну и также можно данные доски крепить уже не не для торцевания к примеру да а в длину крепить взять также закрепить спокойно доску и также работать спокойно рубанком допустим вот такие столярные тиски у нас сегодня с вами получились как вы видели делаются очень легко и быстро никакого труда не составит любому желающему сделать такие тиски очень компактные удобные при переноске на этом будем прощаться кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал всем пока до новых встреч